Андрей Устинович возьмет нас, неонатологов, в эту замечательную группу, и что мы будем очень плодотворны, потому что на самом деле в понятии сепсиса у новорожденных детей определение, тактики ведения, диагностики, тем более профилактики, вопросов крайне много. И целью своего выступления в настоящий момент, я считаю, представить позиции по проблеме неонатального сепсиса, которые являются спорными с одной стороны, но и с другой стороны, которые имеют доказательную базу. Самая главная проблема в неонатальном сепсисе заключается в том, что несмотря на вот эти все консенсусные совещания, Сепсис-3, которые так умело и замечательно раскритиковал Андрей Устинович, я во многом с ним согласна, не существует на настоящий момент согласованного международного консенсусного определения сепсиса у новорожденных детей, как у доношенных, так и у неудоношенных. Эта проблема, она общепризнана. За последние 5-6 лет существуют десятки работ на эту тему. Отсутствуют доказательные критерии дифференциальной диагностики между ранним неонатальным сепсисом, врожденным, внутриутробным и госпитальным, то есть приобретенным вследствие постнатальной инфекции. И микробиологическое исследование крови, посев, не обладает стопроцентной чувствительностью и специфичностью, а также отсутствуют четкие однозначные параллели между результатами прижизненных лабораторных инструментальных исследований и реальной ситуации в организме пациента, которая потом на вскрытии подтверждается патоморфологическими и гистологическими исследованиями. В Российской Федерации мы, как российское общество неонатологов, российская ассоциация специалистов перинатальной медицины, придерживаемся критерия, придерживаемся определения сепсиса, которое было принято экспертной группой еще в конце, я бы сказала, прошлого века, было закреплено в начале этого века. И под сепсисом мы все-таки понимаем достаточно определенное состояние. Это генерализованное инфекционное заболевание с ациклическим течением, вызванное все-таки условно-патогенной бактериальной микрофлорой. То есть вирусную инфекцию мы считаем все-таки вирусной генерализованной инфекцией, а не вирусным сепсисом, с чем был абсолютно не согласен глубоко уважаемый профессор Гельфанд. В основе этого заболевания лежит дисфункция иммунной системы организма с развитием одного или нескольких очагов гнойного воспаления и или бактерии МИИ, системной воспалительной реакции и полиорганной недостаточности у детей первого месяца жизни. Собственно, в этом определении заложены все основные диагностические критерии сепсиса, которые, как правило, встречаются одновременно, но в разном проявлении у разных пациентов. Эта таблица показывает и демонстрирует продолжающуюся актуальность, сохраняющуюся актуальность проблемы сепсиса и подчеркивает, что если эта частота сепсиса, она не велика, не так велика, как может показаться среди всей общей популяции детей, среди которых большинство, безусловно, представляют доношенные и здоровые дети, но если мы возьмем отделение реанимации и интенсивной терапии и особенно контингент маловесных детей, детей с экстремально низкой массой тела, то там, по сути, частота сепсиса, особенно позднего неонатального, она возрастает, по сути, до 25%. В классификации неонатального сепсиса у новорожденных детей есть свои уникальные особенности, в частности, по выделению по времени. Это достаточно механистическая классификация, просто договоренность людская такая существует, по времени возникновения симптома комплекса клиника лабораторно-инструментального, разделяют сепсис на ранний и поздний, как я уже говорила, это хорошо известно, а также на подтвержденный и подозреваемый, при этом подтвержденный неонатальный сепсис, он обязательно требует положительной гемокультуры, и, например, в Израиле, в некоторых странах считают однозначно постановку диагноза сепсиса правомочной только при получении положительной прижизненной гемокультуры, в то время как в Российской Федерации и в ряде других стран все-таки мы более широко относимся к этой ситуации, и у нас допустимо выставлять диагноз сепсис при отрицательной гемокультуре. Ну, собственно, вот такой диссонанс я хотела бы проиллюстрировать очень кратко, буквально результатами одной морфологической конференции, когда у пациента, конкретно который на четвертые сутки и вторые сутки после операции по поводу врожденного порока развития кишечника погиб от гиперергического развития сепсиса. И вот, посмотрите, прижизненный посев крови на стерильность роста нет, но посмертно наши гистологи констатируют у него наличие прямо эмболов, скоплений, колоний, граммоотрицательной микрофлоры в коронарных сосудах, в сосудах легких, в сосудах почек, и таким образом этот ребенок имеет окончательный диагноз, такой вот, когда констатируется и врожденный порок развития кишечника, и бактериальный сепсис новорожденного. Еще раз показываю вот этот известный слайд, который всегда я, собственно, часто демонстрирую, потому что здесь выписаны, по сути, более так вот классифицированы те признаки, которые заложены в определении, и которые мы у каждого пациента должны искать. То есть есть четыре группы критериев, и мы по ним идем. Кроме того, если мы пройдем сейчас очень быстро по этим группам критериев, вот наше российское понимание, это первая группа все-таки, или нулевая группа, может быть, это специфичная для именно периода новорожденности группа факторов риска, касающаяся возможности возникновения внутриутробной инфекции. Самыми сильными рисками здесь обладают длительный безводный промежуток. Обострение хронических инфекций или острой инфекции у матери непосредственно перед родами и в родах, или во время данной беременности. Лихорадка у матери в родах. Все, что свидетельствует о наличии хорионом неонита. И послеродовый эндометрит, он тоже косвенно, опосредованно может указывать на инфекционную проблему в системе мать-плацента плод, существовавшую ранее. И здесь, конечно, наши коллеги Акушеры, они назначают матери антибактериальную терапию в родах и раннем послеродовом периоде. Это, безусловно, влияет на состояние ребенка после рождения и иногда затрудняет нашу диагностику, но, тем не менее, оно должно облегчить состояние ребенка при рациональной антибактериальной терапии. И оценка факторов риска, она абсолютно обязательна, но она не является диагностическим критерием. То есть факторы риска имеют разную силу. Вот хориономнеонит и особенно фуникулит, фунисит, то есть воспаление сосудов пуповины, вартоновая студня, это как раз-таки нейтрофильные инфильтрации. Наверное, Елена Леонидовна про это больше скажет. Это очень сильный аргумент в пользу инфекции от матери к плоду и внутриутробной инфекции. Диагностика очагов инфекции. Здесь у меня нет возможности останавливаться на каждом очаге, но, по сути, при неонатальном сепсисе, как, наверное, и вообще при любом сепсисе, это могут абсолютно быть разные очаги. Конечно, наиболее частным является пневмония. Однако есть состояния, которые не представляют из себя локальные инфекции, хотя мы называем их некротизирующий энтроколит или менингит. Но, по сути, это и есть состояние, как бы аналогичные сепсису, эквивалентные сепсису. И вот что касается некротизирующего энтроколита, это очень грозное осложнение. Не все здесь еще понятно. Очень грозный очаг и заболевание самостоятельное, мультифакториальное, где не только ишеми, не только нутритивные факторы, но и инфекция играет огромную роль. Здесь на этом слайде представлены как раз-таки доказательные позиции по тактике ведения профилактики некротизирующего энтроколита. И очень важно, это раннее начало вскармливания грудным молоком, то есть попадание молозива в первые 6 часов детям, даже с экстремально низкой массой тела на слизистые щеки за счет наличия лактоферина, других каких-то массы антимикробных факторов и иммунных факторов. Это доказано имеет очень серьезное превентивное значение для профилактики развития некротизирующего энтроколита. Несмотря на то, что об этом говорится практически на всех конференциях, к сожалению, доктора практически очень часто об этом почему-то мало осведомлены, и нашего трутина, она способствует отсроченному такому началу энтерального кормления. При тактике ведения, при клинической манифестации, это безусловная декомпрессия желудка и прекращение энтерального питания. В нашей практике, к сожалению, мы часто имеем дело просто с уменьшением объема энтерального питания или с недостаточно длительной энтеральной паузой, то есть прекращают кормить на одни сутки, и через на вторые, третьи, четвертые уже начинается массивное увеличение нагрузки. Конечно, темпы прироста энтерального субстрата, они выбор тактики здесь очень индивидуален, и вопрос этот сложен. Но надо, и вот я убеждена, что здесь очень важна оценка, поскольку у нас есть уже эхо КГ, есть ультразвуковые методы исследования, доклеровский мониторинг кровотока, надо обязательно выработать критерии по мезентериальному кровотоку. И если нет признаков эшемизации кишечника, то очевидно, что можно наращивать энтеральное питание с большими темпами, с более интенсивным объемом. Если же эшемизация присутствует на ультразвуковом исследовании, то это очень важный красный флаг, который скажет нам о том, что мы должны быть максимально осторожными с точки зрения назначения энтерального питания и увеличения его темпов. Что касается менингита, то, по сути, это тоже состояние, равное сепсису у новорожденных детей. Здесь представлены доказательные методы диагностики и лечения менингита. Это, по сути, единственное состояние, где разрешено в неонатологии раннее применение цефалоспоринов, потому что сейчас в неонатологии очень нормирована антибактериальная терапия. И всегда раннюю эмпирическую терапию мы должны начинать с эмпицелина, с гендомицином, по сути. И затем только по состоянию ребенка принимать следующее решение. И при назначении цефалоспоринов, безусловно, тут же надо назначать противогрибковую терапию. Особая роль сейчас принимает положительный посев крови на стерильность, потому что его перестали считать просто фактором, как бы доказательным диагностическим фактором сепсиса новорожденных детей. Но, наконец-то, в неонатологии у нас появилось все-таки понимание, что сосуды, эндотелий сосудов – это тоже отдельный протяженный орган, отдельная протяженная система, система кровеносная. И, по сути, сейчас это рассматривается в мире тоже как очаг, просто такой вот нелокализованный где-то в одном месте. Он может быть рассеянный, можно назвать это, наверное, воскулитом, но называют это обычно bloodstream infection, то есть инфекция кровотока. И при раннем неонатальном сепсисе, по сути, это связано с хорионом неонитом, при позднем неонатальном сепсисе, то есть после трех суток жизни, это связь с госпитальной микрофлорой, когда доказано, что при поступлении в отделение реанимации бактеремии нет в первом посеве, но при повторных посевах крови выделяется причинно значимый микроорганизм хотя бы однократно или потенциальный возбудитель, а именно коагулазонегативный, стафилококопедермальный два или более раз, то есть стафилококопедермальный тоже может быть возбудителем неонатального сепсиса, просто диагностически договорились, что его необходимо выделить два раза или более в двух последовательных, например, посевах крови с тем, чтобы исключить контоминацию, на которую мы обычно списываем наличие эпидермального стафилокока в микробиологических результатах. И выделяют и в неонатологии, в том числе катетер, ассоциированную бактериями клапси, это госпитальная инфекция, когда впервые рост культуры крови выявлен по крайней мере через 48 часов после введения центрального катетера, который еще стоит, или катетер уже был удален, но менее чем за 48 часов до забора крови и рост не связан с очагом. И хорошо известны показатели мониторинга, то есть сейчас есть мониторинг, количество дней стояния катетера у пациента, одного у пациента в отделении, и количество вот таких эпизодов катетер-ассоциированной инфекции. При этом катетер-ассоциированные инфекции и высокий риск бактеремии, они увеличиваются еще более от тех видов инвазивной терапии, которую мы, безусловно, вынуждены применять в отделениях реанимации интенсивной терапии. И на этом слайде приведены таблицы с четким пониманием, во сколько раз увеличивается риск бактериемии и сепсиса у детей новорожденных в отделениях реанимации, когда им проводят ИВЛ, естественно, на фоне интубации трахеи, при катетеризации центральных венглевой продолжительности, при длительном стоянии пупочного катетера, транскутанного, периферической артериальной линии, но в Российской Федерации практически периферических артериальных линий новорожденным детям не ставят, при гипералиментации и раннем назначении жировых эмульсий, которые, считается, доказаны, что они способствуют размножению, в частности, грамм положительной флоры, стафилококка, при применении антибиотиков, ванкомицина, например, дексаметазона и ингибиторов протонной помпы. Ну и вот здесь представлены рекомендации по профилактике бактерии эмии, то есть, во-первых, для адекватной оценки результатов посева крови необходимо взять все-таки объем не менее 1 мл крови из вены, которая будет пунктирована в новую, да, то есть это новая вена, а не та вена, в которой катетер уже стоит, потому что известно, что в течение первых 24 часов после постановки катетер, стенки его очень быстро обсеменяются. Немедленная эмпирическая антибактериальная терапия должна быть начата во всех случаях при подозрении на бактерии эмии, и оптимизация этой терапии идет при поступлении следующей дополнительной клинической информации. Как можно раньше удалять необходимые центральные катетеры, как только в них исчезает необходимость, ребенок начинает эвакторально достаточно получать объем питания и жидкости, или при выявлении катетера, ассоциированной бактерией эмии. И вот наши коллеги американские, они оговаривают, что при бактерии эмии, вызванной КАГУЛАГ за негативным стафилококом, при улучшении состояния, явном улучшении клинико-лабораторных показателей на фоне терапии катетер, можно не удалять. Что касается второй группы критериев, мы сейчас говорили об очагах и, по сути, о посеве крови, микробиологическом подтверждении сепсиса. Что касается системного воспалительного ответа, здесь очень важно понимать, очень много работ на эту тему, что даже в общем анализе крови при правильной интерпретации и тщательной интерпретации, а не поверхностного вытягивания только количества лейкоцитов и, в лучшем случае, нейтрофилов. И теперь мы доросли уже до интерпретации нейтрофильного индекса. Слава Господа, слава тебе Боже. Но на самом деле банальная, развернутая лейкоцитарная формула дает большое количество, она дает как минимум 5 или 6 критериев системного воспаления и иммунной недостаточности. Мы их не всегда видим. Здесь вот на этом слайде представлено, по каким четко строчкам, позициям каждый анализ крови у такого пациента должен быть проанализирован, потому что сочетание этих отклонений, оно может быть разным и индивидуальным. И при нормальном количестве лейкоцитов там может быть колоссальная лимфопения или нейтропения или, наоборот, нейтрофилез с очень серьезным сдвигом формулы юных форм, как мы говорили, сдвиг влево. И вот еще одна очень распространенная наша погрешность общая, она заключается в том, что оценка лейкоцитарной формулы идет, обычно врачами делается по процентам клеток, а не по абсолютным количествам. Вот когда мы начнем считать клетки по абсолютным количествам, несмотря на нормальные проценты, за которыми могут маскироваться и иммунная недостаточность уже по общему анализу крови, без даже какого-либо иммунного статуса, тогда мы, наверное, начнем чуть-чуть лучше понимать пациентов и, может быть, быстрее на что-то реагировать. И надо обязательно анализировать именно общее количество, абсолютное количество лимфоцитов, нейтрофилов и юных форм нейтрофилов. Иначе мы говорим, что лимфопений у этих детей не бывает, и вообще у них ничего не бывает, а нормальный общий анализ крови, что абсолютно не так. Кроме показателей общего анализа крови, коих мы можем насчитать 5 или 6 как минимум, мы обязаны, конечно же, провести диагностику по белкам острой фазы воспаления. Среди них, конечно же, наибольшее распространение и наилучшую диагностическую информативность показывают цирреактивный белок, прокальцитонин. Сейчас в связи с ковидом стали применять, наконец-то, интерликин-6, интерликин-8 прекрасный, это химокин, который имеет очень высокую чувствительность именно к нейтрофильным передвижениям. И, собственно, он один из тех, кто вызывает эти нейтрофильные передвижения при воспалении в организме. Но надо помнить, что мы должны обязательно учитывать проводимую терапию. Когда мы анализируем любые проявления, особенно лабораторные, особенно биохимические, мы должны понять, чем же эту маму лечили и чем этого ребенка лечили. И если этот ребенок по тем или иным показаниям, по гемодинамике, например, получал препараты коры надпочечников или мама его получала антинатальные стероиды при угрозе преждевременных родов, то, соответственно, это все может способствовать сглаживанию вот этих воспалительных проявлений, и это надо учитывать. Безусловно, нам очень важно, чтобы организационно была у нас возможность гистологического исследования плаценты плодных оболочек, пуповины, быстрого выполнения общего анализа крови с развернутой ликоцитарной формулой, микробиологического исследования у детей сразу после рождения до назначения антибиотиков при первой катетеризации по сути пупочной вены или другой вены, если, допустим, ставится глубокая линия ребенку сразу. И рациональная антибактериальная терапия, она тоже играет ведущую роль. Третий критерий – это полиорганная недостаточность. Вот то, о чем говорил Андрей Устинович, вот этот весь консенсус сепсис-3 в отношении новорожденных детей тоже немножечко перерасставил акценты. Если раньше мы полагали, что критерии системного воспаления являются ведущими в диагностике неонатального сепсиса, то в консенсусе сепсис-3 уже записано, что все-таки ведущим является полиорганная недостаточность. Возможно, с этим можно согласиться, потому что, например, при пневмонии у ребенка может быть изменена лейкоцитарная формула, может быть повышен цирреактивный белок, но тем не менее полиорганной недостаточности при просто одной локализованной пневмонии, по идее, у ребенка не должно быть с точки зрения поли. То есть у него может быть дыхательная недостаточность. Мы считаем условно, что полиорганная недостаточность – это наличие повреждений более двух систем, трех и более систем. Вот здесь вы видите шкалу неонатальную SOFA, которая в 2019 году была предложена Ричардом Полином и Джеймсом Уином. По сути, здесь количество критериев тоже очень ограничено. Это интубация, сатурация, процент кислорода в дыхательной смеси, наличие натропов, наличие системных стероидов и только тромбоциты. Я хотела бы привести, вот мне представляется более правильным подход, который внедрили в результате наших всеобщих обсуждений в Калужском перинатальном центре Анна Львовна Карповая, Алексей Валерьевич Мостовой. И вот это все породило под общим авторством такой вот так называемый чек-лист, как это сейчас модно говорить, где по сути, это лист постановки диагноза сепсис, и человек, врач, который заполняет, он проходит по этому листу, он ставит свои крестики, плюсики, галочки, да, и в результате он четко совершенно видит, визуализируется у него перед глазами, сколько у него критериев полиорганной недостаточности, какие инфекционные очаги, какие факторы риска, какие гематологические изменения. И это, безусловно, делает более определенным постановку диагноза сепсис. Уже никто никогда не оспорит этот диагноз, если там реально количество этих критериев достаточное. И мы забываем, конечно, об иммунной недостаточности, в частности, ее можно видеть в ряде случаев и в общем анализе крови. Что касается терапии, то, безусловно, вот весь мир сейчас уже никого не разделяет, ни маму, ни партнеров, ни пап. Малозиво, как я уже сказала, это за счет лактоферина, антимикробных протеинов, иммунных факторов играет ведущую роль и раннее грудное вскармливание в профилактике сепсиса и в профилактике некротизирующего энтероколита. Что касается антибиотиков, я уже сказала, что есть четкий подход по началу к эмпирической терапии и затем уже к расширению или изменению тактики антибактериальной терапии на фоне получения дополнительной информации. Но существует и четкое понимание, что для недоношенных детей режим дозирования очень часто переносится сюда механически из практики лечения взрослых или детей более старшего возраста, а исследования фармакокинетики антибиотиков у недоношенных детей, они чрезвычайно скудны и затруднены по этическим соображениям из-за малого объема крови, из-за трудностей забора крови проведения этих исследований. И вот на самом деле появились такие исследования фармакокинетические, фармакодинамические. Они существуют для ограниченного количества препаратов для недоношенных детей. И благодаря этим исследованиям удалось пересмотреть схему антибактериальной терапии. Просто это к тому, что, скорее всего, применяемые нами схемы, может быть, они не вполне совершенны. Что касается иммунотерапии, я очень рада, что Андрей Устинович заговорил об этом и так к этому отнесся, в общем-то, ответственно и оптимистично, потому что реально у нас есть 4, как минимум, группы разрешенных к применению в неонатологии, но за исключением рекомбинантного человеческого гранулоцитарного колонии стимулирующего фактора, который, как ни парадоксально, разрешен к применению в Соединенных Штатах Америки. Что касается иммунотерапии, дети недоношенные рождаются сразу с гипогамма-глобулиной мии, могут возразить, что нет подтверждения в метаанализах. Действительно, с точки зрения лечебной функции, не было выявлено статистически значимых различий по летальности, когда дети уже болеют сепсисом, вводили им или не вводили на фоне комплексной терапии и антибактериальной терапии иммуноглобулины. Однако мы знаем, что чем меньше срок гистации, тем с меньшим количеством иммуноглобулина G ребенок получил. То есть это как бы естественная такая фоновая иммунная недостаточность. Есть исследования, которые доказывают, что именно при септическом шоке терапия пентаглобином, то есть препаратом, обогащенным иммуноглобулином класса М, она реально позволяет статистически значимо снизить летальность. И обратите внимание, это метаанализ, который показывает на то, что профилактическое введение иммуноглобулинов маловесным и недоношенным детям до того, как у них разовьется сепсис, оно как раз-таки имеет статистически значимое различие по возникновению эпизодов инфекции вообще. Нейтропения подтверждено, и американцы давно используют запротоколированный гранулцитарный колоний, стимулирующий фактор, как только видят по дежурству нейтропению в общем анализе крови. Лактоферина у нас нет, но он тоже хорошо себя проявил и тоже есть различия по возникновению некротизирующего энтрополита при применении лактоферина за рубежом. Что касается лимфопении, вот недооцениваем мы ее, боимся чего-то, говорим, что вот нету лимфопении, не бывает ее, незначима она. Сейчас пришел ковид, сейчас начали китайцы писать, что погибают люди с лимфопении. Лимфопения является таким уже мощным, гротескным, запущенным проявлением иммунной недостаточности. И по нашим данным, работам опубликованным, и не только по нашим, лимфопения, к сожалению, абсолютная, не по проценту, встречается статистически значимо чаще, чем нейтропения, и взаимосвязана с летальным исходом. И таким образом, вот по нашим работам в неонатологии разрешен этот препарат рекомбинантного интерлекина-2. У нас есть он в арсенале с периода новорожденности с 2008 года в Российской Федерации. Он позволяет статистически значимо снизить летальность при гнойно-септической патологии у детей новорожденных, которые получали хирургическое лечение. Здесь буквально вот один клинический пример, который в Калужском перинатальном центре как раз-таки хотели расценить как первоначально первичный иммунодефицит, но его все-таки расценили как инфекцию. Консультанты в центре Рогачева была назначена адресная иммунотерапия, 3 раза препараты иммуноглобулинов и 2 раза рекомбинантный интерлекин 2 человека, что позволило и улучшить показатели иммунные, и снягчить режимы ИВЛ, отменить антибиотики, и ребенок был, по сути, выписан с выздоровлением. То есть у нас есть как бы что применять в арсенале, нам просто надо научиться правильно назначать адресно и комбинировать при необходимости эти методы. Итак, доказательную базу нам предстоит разрабатывать всем вместе, именно поэтому я очень хотела бы, чтобы Андрей Устинович нас пригласил, неонатологов, в эту замечательную группу консенсусную по российскому, по сепсису у детей, в том числе и у педиатрических. Господи, и на врожденных детей, простите. Вот.